Всем привет, с вами Тед, и сегодня у нас будет разбор матчапа Терен против Зерга. Мы научимся у лучших, как играть против Зергов, а именно будем ссать на игру Клем против Серова. Что, поехали? Разбираться, смотреть, анализировать, рассказывать вам, что нужно делать, что не нужно делать, и постигать азы матчапа ТВЗ. А к вам такое маленькое задание, напишите, какой юнит Зерга вы считаете самым имбовым. Ответы в комментарии. Ну, поехали. В общем, открытие. Открытие у нас стандартника, барак, газ, CC-шка, отсюда у нас идёт риппер, и сразу же вместе с риппером выбегает ксм-очка по скаутить. Что она делает? Она вот в этот момент, вот здесь вот, увидит лингов, если это 12-й пол или ещё что-то. И вы сможете сорвать ксм-а, крипера, сделать стеночку, поднять эту штучку и, в принципе, отбиваться. То есть не будете ставить вот эту ссеху, она в основном для этого. В дальнейшем она просто бежит и смотрит вообще, есть ли там хата, какой тайминг хаты, чтобы понять, что происходит. Оттуда она бежит смотреть, есть ли третья в минуту 40 и бежит домой. То есть это вам помогает понять, какое открытие выбрал зерк. И уже исходя из того, что вы, в принципе, про матча знаете, то есть вы можете в какое-то время встречать, что, например, зерк с хатой в минуту 40 часто делает такие-то вещи. И вот будете иметь уже в виду, что в целом конкретно о чём-то одном или что-то это не говорит. Просто это подтверждает, что будет ли у него ранняя хата или нет. Обычно она делается для того, чтобы сделать побольше квин и пораньше начать отсюда крип пускать. То есть крип до вас дотянется намного раньше. Бывают такие алыны, где пешком квины идут. Вот как раз это для этого часто используется. Как только ксм-ку уезжает, сразу прибегает рипер. Как говорится, город засыпает, просыпается мафия. Мафия с двумя пистолетами на джетпаке залетает и начинает крымсать дрончиков. Но в целом, если вы убьёте пару лингов, это поможет вам немножко лишить зерга контроля карты. Поэтому в целом этим можно заниматься. Потому что больше особо вы ничего полезного не увидите. На самом деле пытаться убить дронов смысла нету. Как видите, крем даже не пытается. Вылезла квина и опять же город пороснулся. Пороснулся, мафия пошла домой. Потому что квины такие. Чуть не начал рассказывать вам про то, что квина делает инъекцию, другая делает крип. Но мы смотрим на терна. Что у нас происходит сзади? Сзади у нас делается марик после рипера и делается реактор. Затем мы делаем фектори. Фектори нам, естественно, нужно для чего? Для того, чтобы поменяться с реактором на бараке и начать делать гелионов. Это помогает очень круто защищаться нам от всяких лингов и прочего, прочего, прочего. Потому что сейчас у нас нету стенок, как у Тоса. Никакой хорошей защиты. И на гелионах защититься достаточно легко вам будет от нашествия лингов. И сзади, естественно, делается старпорт. Получается, гелики у нас едут, едут, едут. И начинают с рипером уже чуть-чуть гонять. В чем здесь сейчас сущность всей вот этой вещи? Она смотрит количество юнитов, какие-то, возможно, выбегающие. Потому что в целом самое главное, что вам нужно понять, зерк пытается развиваться или нет. То есть он строит ли дронов. Потому что если он дронов перестал строить, и сейчас вас пойдет олынить врачами, лучше иметь в виду. Потому что здесь аккуратно, аккуратно, вот он, кидает на опережение к винам свою бомбочку, чтобы они отлетели, пробегает. И смотрит, что вроде ничего необычного не замечено. И бежит отступать. Обязательно пытается попалить личинок. То, что это возможно сделать. И начинает делать либератора. И гелионов продолжает делать. Заметьте, что он не отправляет все гелионов вперед. Почему? Потому что сюда могут прибежать зерлинги. То есть это не такая страшная сила. Ее убьют к вине. А здесь спокойно зерлинги забегут и вам все сожрут. Поэтому никогда он не уводит геликов заранее. В атаку. Но в 4.30 он бежит. И в 4.30 закрываем стенку. Помним этот билд. В 4.30 у нас в стеночке становится командный центр. Кстати, параллельно с этим он сделал техлабу и учит стим. То есть, в принципе, уже клемм нам подсказывает, что свитч будет в био. И чтобы свитчнулся в био быстрее, чтобы оно было эффективнее пораньше. После свитча делается как раз таки... Свитча, барака и факторки делается техлаба и делается стим. Вот. И дальше у нас такая вот мощная сила, которая будет ездить, пытаться нанести какой-то урон. В целом, сейчас какая ситуация? Ситуация, что зерк катастрофически вас обгоняет по рабочим. Если вы затерраны, не пытаетесь что-то сделать. Вот по таймингу 4.30-4.40. То есть, до пятой минуты у вас дела плохи. Если зерк пошел в макро. То есть, если вы в защите сидите, еще может быть норм. Но если зерк развивается, у вас дела очень плохи. И по одной простой причине зерк уже вас опережает на 10 рабов. И буквально через 10 секунд он будет опережать вас на 30 рабов. И на пятой минуте у зерка 70 дронов. Он просто к седьмой минуте делает любой лимит, который захочет из Т2 юнитов. То есть, рачи, гидра, бейлинги. Он вот просто что угодно может сделать. Поэтому в 4.40 задача ваша как-то его напрячь. В одной из игр клемм сделал пуш с хеллбатами. Чтобы его сделать, вам всего лишь нужно поставить инженерку и эрмори, получается. Чуть-чуть пораньше. Точнее, просто эрмори поставить уже. И к этому выходу. То есть, эрмори ставится... Где-то на четвертой минуте вы приезжаете, в 4.46 складываетесь. И он даже выиграл этим подпушем, просто серого выиграл. Просто банально выиграл. Вот. Тем не менее, этим он все равно пытается нанести какой-то урон. То есть, он пытается залететь и либератором одновременно, убить дронов. И вот этим что-то сделать. Но зерк в этот момент начинает готовиться к выходу. И если вы вот так вот будете стоять, что-то ждать, как говорится, в море погоды. Скорее всего, даже дополнительные гелионы вам ничем не помогут. Как вы видите, он забегает. Разменяется немножко зерлингами. Но толпа Квин все равно, все равно прогоняет его. И ничего не получается добиться. Вот. Кажется, что атака провалена. И зачем тогда это делать? Нет. Делать это все равно надо. По одной простой причине. Потому что, если вы это не сделаете, вместо всех вот этих зерлингов, которых мы только что разменяли, зерк наделает дронов. И, как я говорил, будет на седьмой минуте полная жесть. Что тем временем происходит на базе? Что вы должны успевать сделать на базе, пока вы харасите? Сделать реактор на старпорте. И, соответственно, добавить два барака. Ведь вы делаете био. Инженерки для апгрейда. В это же время делаются техлабы на инфакторке. И пока что из старпорта ничего не делается. То есть реактор был на старпорте для того, чтобы делать больше мариков. И сразу же добавляем еще плюс два барака после ццшки. Тоже помним этот переход в био. И начинаем делать танки, чтобы защищать зону нашу. Вот эту каким-то образом. Чтобы у нас был сплэш урон. Все. Отсюда. Дальше пока у нас небольшой период за макса такой. То есть мы сидим, в принципе, и надеемся, что мы выживем. Если бы мы не вышли, у зерга сейчас бы было уже 200 лимита. То есть из-за буквально вот этого размена мы смогли... Точнее, не мы, клемм смог сдержать зерга. А именно сервала, что у него сейчас 108 лимита. Но сейчас у него 78 дронов. И начинается, естественно, активное замакшивание армии. И клемм вот потихоньку. Вроде мы только-только устаканились, только осели как бы на базе. Уже пора, в принципе, идти. Да, седьмая минута, следующий тайминг. Опять же, это тайминг, когда зерга начинает вот просто наращивать свои силы. И ваша задача в этот момент две вещи сделать. Первое. Почистить крип. Потому что крип, как вы видите, на середине карты. Если зерга захватит всю карту за 8 минут, будет беда полная. Вот. Вторая задача это заставить зерга где-то размениваться, где-то его поубивать. Как видите, это сделать тяжело. Но нужно, нужно, нужно напрягать. Нужно постоянно давить. Опять же, по одной простой причине. Если вы сейчас не начнете давить зерга, у него уже скоро максимальные сапплай начнутся. И он просто будет давить вас. И вы никогда не вылезете из оккупации. То есть, из оккупации вылезти намного сложнее. Намного сложнее, чем вот похарасить. Харасить требуется, конечно, мультитаск, еще прочая всякая ерунда. Ерунда. Но лучше харасить, чем сидеть на базе, ничего не делать. Вот. Когда он понял, что зерга уже не идет в атаку, он тогда только собирает свою армию. Идет в более глобальный подтуш. Видите, здесь медиваками собирается. Он начинает идти давить зерга. Тем временем здесь смотрит, куда зерга развивается. И вот, в принципе, одна из задач. Опять же. То есть, сравняться к восьмой минуте с зергом по соплаям. 150-150. Все вроде бы здорово, все хорошо. В чем проблема? Да, сейчас задача выполнимая. Это убить зергу в четвертую его базу. Чтобы он уже перестал там 70 дронов, 80 добывать. Но в чем проблема этой задачи? Как только вы ее начинаете убивать, зерг начинает расти в другую сторону. Ведь у него крип уже до сюда дополз. Зерг делает базу сюда и сюда. И поэтому здесь параллельно. Если зерг вас вот так вот жестко не харасит. Если харасит, конечно, мы защищаемся. Потому что мы делаем по 12 мариков за раунд. По танку и по одному-два медивака. Вот. Если нас жестко вот так вот пытаются убить, мы пытаемся отбиваться. Параллельно с этим убивая зерга. Но надо максимально быстро перейти и начать давить зерга с другой стороны. То есть, задача терана на восьмой-десятой минуте. Начать зерга давить с двух сторон. Вот видим, что активно клемм смещается в сторону главной базы, чтобы давить с максимального угла. То есть, зерг вот здесь максимально дорос досюда. И он давит отсюда. Ну, а вторая задача собрать какой-то отряд, который бы мог с другой стороны начать давить. Вот эти вот новые базы. В принципе, вот так вот и строится матчап. Как вы видите, здесь он максимально пытается спасать своих юнитов. Главное, естественно, их не отдавать. И вот выдвигается второй отряд. Все. Здесь мы пытаемся заставить зерга как-то грамотно засплитить свою армию. Потому что если он это сделает неграмотно, он проиграет. Это, конечно же, нам на руку. Ну, вот. И для нас сложная задача, конечно же, здесь начинается. Тоже нам нужно провернуть эту атаку с двух сторон. Тоже понять, что у нас достаточно армии с каждой стороны. И основную часть войск, конечно, мы переводим туда, где у нас лучше рельеф. То есть, здесь у нас намного больше вот это вот пространство мертвое, где зерлинги будут обегать. Нам есть где спрятать танки. У нас есть здесь кусты. Отсюда нападать удобно. Здесь вроде бы такое же, но тут у него баз нету. Поэтому толка здесь от основной армии никакого нету. Поэтому основная армия перешла сюда. Здесь такая группировка быстрого реагирования. У нас пара медиваков. Эти еле живые марики, которые сейчас уже спасаются. Вот. И максимально мы пытаемся сдавливать зерга. То есть, если вы посмотрите на миникарту, после того, как мы вышли на третью базу, наша задача просто вот этого вот расширенного зерга сжимать, 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 сжимать. Если у вас все это будет получаться, то все круто. Если не будет получаться, вы, скорее всего, проиграете. Потому что зерги жесткие, опасные. Но вот так вот строится матчап. Матчап ТВЗ. Это основные пути развития. Если у вас получилось подздавить зерга, в этот момент вы можете переходить уже в лейтгеймовые технологии. То есть, вы можете начинать делать батлкрузеров, викингов, либераторов, рейвенов, баньшей. Вот это вот все мастер порты. Можно, в принципе, уже и в мех потихоньку свитчить. Но проблема любого свитча в мех, что вы потеряете давление. То есть, зерк постоянно с вами разменивается юнитами. Если вы в какой-то момент их не достроите, а вместо этого потратите ресурсы на свитч, естественно, зерк начнет давить вас. Поэтому большинство игр будут выглядеть именно вот так. У вас есть трехбазовая экономика. С четырех газов, к примеру. И вы просто строите по 12 мариков, по танку и по 2 медивака. И все это без остановки. И просто строите, строите, строите. И пытаетесь этим как можно лучше захватить карту. То есть, вот в этом основная часть. Заметьте, сейчас армия сдвигается вниз. Почему? Потому что он знает, что уже сюда зерк пошел расти. То есть, он здесь ему не дал вырасти. Пошел давить его с другой стороны. Ну и вот так вот игра и выглядит. Мы давим, давим зерка, пытаемся задавить его. Зерк здесь, конечно, противничает мутой. Летает, не дает спокойно жить. Но вот такая вот тактическая игра. То есть, когда мы смотрим, конечно, медленно игру. Тут микро, микро, микро какое-то что-то происходит. Но если вот так вот промотать и глобально посмотреть, мы понимаем тогда сущность матчапа ТВЗ. Мы понимаем, как все двигается. То, что тут все делается не только на вот этом микрозамесе. Потому что, ну, невозможно этих бейлингов прям хорошо размикрить. А все сделано на вот этой тактике. Задушить, задушить, задавить зерка со всех сторон. И если у вас будет это получаться хорошо, естественно, вы его задавите. Если будет получаться плохо, в конце концов, зерка станет немножко больше, чем вас. Он вас вот так вот пробежится, задавит. Ну и, в принципе, наверное, вам, возможно, часто будет приходиться ливануть. Потому что зерги, они вот такие. Хоть Клем, кстати, вот эту игру, если я не ошибаюсь, проиграет, судя по происходящему. Все-таки у Серала он серию выиграл, да. То есть это единственная игра, которую выиграл Серал. Но что я хочу сказать, что в целом она иллюстрирует реально динамику матчапа. То есть то, как он развивается, то, как в нем что-то должно происходить, когда делаем амгрейды, когда какие переходы, какие действия надо делать. Действия, это очень важно, понимать, какие действия вы должны, в принципе, делать по игре. По матчапу не сидеть там, копиться или еще что-то, а вот активно душить зерга, душить, душить, душить. Причем душить, это не значит выиграть, да. То есть вы должны приходить, задушить, например. И если он вас не прогнал, стойте здесь. То есть если вы играете на ладере, зерга вышел в четвертую, убили, стали здесь, стоим. Все, дома защищаемся. Этого достаточно. Вот, да. Ну, Клем в этой проигрывает. Зерга имба. Пишите, какой самый имбовый юнит у зерга. А с вами был Тед. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Напоминаю, что эта серия — это часть обучающей программы «Из 10 шагов». Вы можете посмотреть всю программу, перейдя в плейлист, либо перейти на следующую серию. С вами был Тед. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова